ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Согрешение повеливый, якоже убожену в прелюбодеянии ятою, фарисеями искушающими тя, привиденную не осудил еси, но милости нарекли еси, и иди, и отсели к тому не согрешай, и сих не осуждай, но человеколюбно помилуй. И якоже и другую блудницу плачущуюся, и слезами носи Твоей умывшую, и главы Своей огласы отершую помиловал еси, милости Твоей ради, подашь есим рабом Твоим, невозбранные и теплые во истинном покаянии слезы, утверди их ум и сердце, знать и Тебе единого истинного, Сына Божия в землющего грехи мира. Прими их, якоже Петра, отвергшегося Тебе, и покаянием, и горькими слезами, обращегося приял еси, простри десницу Твою, и прими их, якоже того в море утопающего приял еси, и укрепи их, наборющего их дьявола, очисти их душу и тело от всяких скверных. Сам море виси, благие Господи, не требовать здравым врача, но болящим, и пришел еси, не спасаемых спасти, но погибающих. Дашь слуба Господи и Иисусе Христе, Боже наш, рабом Твоим сим, скончате без порога начатый сей святый пост, и в нем Твои заповеди исполняти, в молитвах же прилежати, и всеми добродетелями Тебе во вся дни живота Своего благоугождати. Яко да, в чистой совести, причаститесь неосужденно Твоему Божественному телу, и животворящей крови, излиянной за весь мир, во оставление грехов, сподобятся, и да, поведят, и посравят дьявола на них, воюющего. Ты, Боиси, Боже, Бог кающихся, не хотя и смерти грешного, но я же, обратитеся, и живу быть Ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоих, руку погубить, и не же, благоволише, о погибели человечестве, но хочешь, и всем спастися, и в разум истины прийти. Тем же и ныне, Владыка, не отврати лица Твоего от раб Твоих сих, но дашь им истинное от грехов к Тебе обращение, и от всех дел, лукавых избавления, и исподобив всех нас, в мире исполненных, дел благих дойти, и поклонитесья спасителям Твоим страстем и святому воскресению, и на кончине живота нашего радости вечные со всеми Тебе благоугодившими получите, к Тебе, Боже, и Спасителе нашим. Ты боишься Бог, милости и щедрот, и человека люби, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и прийсмо, и вовеки веку. Благословение Господне на Вас, того благодатью и щедротами и человека люби, всегда, ныне и прийсмо, и вовеки веку. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, Начинается Великий пост, Святая Четыридесятница, время духовного возрастания, работы над своей совестью, над своей душой. Этот период мы можем назвать духовным карантином, когда посредством богослужений, особых молитв, последований священных текстов, Мы излечиваем раны своей души, которая страдает и метется. И мы просим Господа очистить наши сердца и наши души для того, чтобы встретить Пасху Господню. Но прощение грехов невозможно без прощения друг друга. Бог оставляет нам наши прегрешения только тогда, когда мы искренне, сердечно, нелицемеря можем сказать своим заклятым врагам «Прости меня, брат, или прости меня, сестра». Только тогда Господь силен просить и нам все наши отступления и все то зло, которое мы носим в своем сердце через грех против Господа. Сейчас мы совершаем богослужение, чин, который называется чином прощения. Он зародился в монашеской среде. Но перешел потом и храмы к мирянам перед Пасхой. Монахи, пустынники, жившие вдали от мира в уединенных местах, они собирались в храм накануне поста для того, чтобы попросить друг у друга прощения и разойтись на 40 дней по пустыне, для того, чтобы в строгом пустыне без кушения пищи и без воды подготовить себя к празднику Пасхи. Многие из них не возвращались потом из пустыне из пустыни этого уединения. Кто-то умирал от голода, от истощения, кто-то погибал от хищного зверя. И поэтому, уходя в пустыню, эти монахи, осознавая то, что они могут не вернуться, они просили друг у друга искренне прощения. И вот мы, воспринимая эту древнюю традицию и проникаясь настроением христиан, которые жили в первые века в состоянии гонения, и каждый день они ожидали пришествия Христа, каждый день они и спрашивали друг у друга прощения. Вот в таком переживании мы сегодня просим друг у друга просить нам наше прегрешение. Нет человека, который будет жить и не согрешит. Прощение друг другу обид имеет большую силу. Преподобный Макарий, Макарий Великий, в его житии есть такое повествование. Вместе с молодым послушником они шли по пустыне, возвращаясь в свой монастырь. Этот послушник обогнал своего старца и шел впереди своего учителя. И вот по пути этот молодой монах встретил языческого жреца, который нес большое бревно для того, чтобы развести огонь и принести языческие жертвы. И вот этот монах, глядя на этого языческого жреца, испытывая к нему неприязнь, он оскорбил его, назвал его бесом и произнес еще несколько скверных слов в адрес этого жреца. Жрец разгневался, видя такого дерзкого юноша, бросил бревно и жестоко его избил. И пошел дальше. И через некоторое время он встретил преподобного Макария. Макарий посмотрел на этого жреца и сказал ему, я приветствую тебя, добрый человек, трудолюбец. Жрец изумился, видя подвижника, монаха, который так по-доброму отозвался о нем. Он остановился и сказал ему, отец, почему же ты так по-доброму обращаешься ко мне? Я же тебе ничего не сделал, ведь я твой противник, я жрец языческий. Но преподобный говорит ему, я вижу, что ты идешь ранним утром, не с пустыми руками, ты уже занят. Ты занят делом, поэтому ты трудолюбец. Да благословит тебя Господь. Этот жрец настолько поразился любви этого старца, преподобного Макария, что сказал ему, отче, куда бы ты ни шел, возьми меня с собой, я хочу быть похожим на тебя. И вот они вместе с Макарием пошли дальше, встретили по дороге этого изувеченного послушника, взяли его на руки и принесли его в монастырь. И вот братья изумлялась и говорила Макарию, зачем ты привел сюда жреца? На что Макарий сказал, он будет с нами, оставит языческую веру и примет монашество. И потом Макарий добавил, помните, братья, что всякое доброе слово, сказанное самому злому человеку, оно может полностью изменить его и расположить в добру. Но всякое злое слово, сказанное с неприязнью, с обидой, всякое зловое слово, сказанное даже доброму человеку, оно может доброго человека привести к искушению и к отпадению от веры. И вот мы верим в то, что и наше доброе слово, которое мы произносим к нашим ближним, к нашим врагам, оно способно изменить злого человека к доброму. Поэтому сегодня каждый из нас просит у Господа прощения и просит прощения грехов у всех наших ближних. Каждый день в Великом Посту мы будем читать молитву Ефрема Сирина, и сегодня мы уже ее слышали. Это молитва, переживание человека о своих грехах. И этой молитвой когда-то вдохновился великий писатель Александр Сергеевич Пушкин. За четыре месяца до своей смерти, еще перед дуэлью, он соблюдал пост. И слыша вот эту молитву Ефрема Сирина, он составил одно из своих стихотворений. Отцы пустынники и жены непорочные, Чтоб сердцем возлетать во области заочные, Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, Сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не вдохновляет, Как та, которую священник повторяет В одни печальные унылого поста. Всех чаще мне она приходит на уста И падшего крепить неведомую силой. Владыка дней моих, Дух праздности унылый, Любоначалье змеи сокрытый сей, И празднословие не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Божье прегрешение, Добрат мой от меня не примет осуждения. И дух смирения, терпения, любви и целомудрия Мне в сердце оживи. Пушкин скончался в день памяти Преподобного отца, который составил эту молитву, И которая вдохновляла поэта на такие покаянные чувства. Я всем нам желаю, дорогие отцы, братья и сестры, В дни Великого Поста Пережить радость покаяния от встречи с Господом, Очистить свои сердца, Немножко стать лучше, Взять на себя духовный подвиг, Но обязательно откликнуться на этот призыв. Церковь зовет нас поститься. Заповедь о посте было первое установление, Которое дал Господь людям, находящимся в раю, Адаму и Еву. Он запретил им вкушать от древа познания добра и зла. Человек, нарушив пост, Отошел от Бога. И для того, чтобы вернуться в обители небесной, Святитель Игнатий Беличининов говорит, У нас есть единственное средство, Это пост и покаяние. Не вкушая животной пищи, Мы уподобляемся тому состоянию, Которое переживали наши прародители, Адам и Ева, находящиеся в раю. Они не вкушали животной пищи. Человек стал есть плоть животных После Великого Потопа. Тогда Бог дал разрешение Ною и Его потомкам Вкушать мясо животных. И отцы святые, толкуя это место Священного Писания, Говорят, Бог поверил человеку вкушать, Или разрешил человеку вкушать плоть животных, Мясо животных, Для того, чтобы люди не ели, не уничтожали друг друга. Поэтому пост это особое время нашей духовной встречи с Господом. Я всем вам, дорогие, желаю духовного поста. Каждого из вас прошу, По мере возможности, Обязательно ограничить себя в пище. Кто-то может полностью соблюдать пост, Кто-то частично. Обязательно возьмите благословение, усвящение. Всем нам и себе в первую очередь рекомендую прежде всего Пост и воздержание информационное, Сейчас огромное количество абсолютно ненужной, Скверной информации, Которая входит в нас, Раздражает нас, Приводит нас Ко греху. Все мы зависимы от информационного мира. И это страшная зависимость, дорогие братья и сестры. Мы убиваем время, Знакомясь с абсолютно ненужной информацией. Через гаджеты, через средства коммуникации, через интернет. Поэтому каждого из вас призываю Не читать вообще никаких новостей. Пусть главной новостью для нас будет Евангельская весть. Каждый день мы должны читать Хотя бы по одной главе Евангелия. Мы должны как можно чаще постараться посещать Богослужения, совершаемые в храме. Причащаться за каждой божественной литургией, Если у нас получается быть в храме. Обязательно причащаться к святых христовых тайнам. Это главное наше лекарство. Главное таинство церковное. Вечерние и утренние молитвы Обязательно должны нами быть прочитаны Полностью, ежедневно. Вот пусть наш пост состоит Из не таких больших подвигов. Но в духовной жизни важно постоянство. Постоянство. Возьмем для себя вот это правило молитвенное На каждый день. Кто-то Акафис может читать Божьей Матери. Каждый день. Кто-то Богородичное правило. Это 150 молитв при святой Деве. Но каждый из нас должен взять на себя Дополнительное молитвенное правило. Закрыть свои уста Для осуждения. Осуждение превращается у нас Во время препровождения. Мы осуждаем всех. И близких, и дальних. И это очень пагубное и тяжелое состояние Человеческой души. Дай мне зрите, Господи, Моя прегрешение, Мои грехи. И не осуждать моего брата. Я призываю Божье благословение На всех вас, дорогие отцы, братья и сестры. Желаю всем хорошего поста. Эта духовная весна Оживает наше сердце. Оживает наше духовное чувство. Мы готовим себя к встрече С воскресшим Господом. Откроем Ему наши сердца Через покаяние И соблюдение церковных установлений В дни Великого Поста. У наших священнослужителей Я и спрашиваю прощения отцы, Если словом, делом или помышлением. Я послужил для вас соблазном И привел вас ко греху. Простите меня грешного. Я прошу у всех вас, дорогие братья и сестры, Прощение за то, что являюсь недостойным для вас примером. Прошу прощения и от лица всех наших священнослужителей. Простите нас за то, что мы не соответствуем тому высокому идеалу, Которому призывает нас Господь. Нет в этом никакого оправдания. Мы не можем сказать, что это нам сложно. Бог за нас спросит. С нас спросит за все. Простите нас. Помолитесь о нас. И благословите нас на святой пост. Высокое преосвящение, Шеладыка, прости нас. Бог благодатью и щедротами своего человеколюбия Помилует и просит всех нас. Аминь и спылайте. С началом Великого Поста, дорогие. Аминь и спылайте. Сейчас мы с батюшками попрошим. Простите девочки. Простите девочки. Уже спросите. Сугубо совмешивая. Поэтому... Простите. Простите девочки. Простите девочки. Прости меня грешно. 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 Бог простите меня.